Торнадо без гилл. Сначала должна была быть демонстрация, как я все это запускаю, но поскольку ноутбука нет, то сразу перейдем к результатам. Ну вообще, что такое торнадо? Давайте я буду совсем не по плану. Торнадо. Торнадо. Ну, торнадо это такой веб-фреймворк, если его совсем упростить до пяти строчек, то можно сказать, что он делает. Он принимает входящие соединения, получает события, которые произошли. Для каждого события спускает какой-то обработчик, который возвращает ответ на запрос. И дальше, ну вот, крутится в таком бесконечном цикле. Чем он хорош? Ну, во-первых, тут можно написать асинхронный ход. И вторая штука, менее очевидная, то, что это все выполняется в одном потоке, вам нигде не нужно думать про какие-то блокировки, доступ одновременный. То есть вы можете держать какое-то общее состояние в памяти, и никаких у вас проблем не будет, потому что все обработчики выполняются последовательно, несмотря на то, что фреймворк асинхронный. Вот, и все мы знаем, что в питоне есть гилл, это Global Interpreter Log, который вам не позволяет использовать несколько ядер для того, чтобы для CPU-баунт задач, то есть когда у вас загружен именно процессор. Да, но зачем вам это может понадобиться? Например, у вас есть какая-нибудь серверная часть мультиплеера игры, где у вас в памяти держится какое-нибудь состояние, там куча игроков, карта, они друг с другом бьются. Да, вот, и вы такую штуку не так тривиально смасштабировать на несколько ядер, да, потому что вам очень удобно, очень просто писать код, когда у вас все в памяти лежит, и очень неудобно это разделять на отдельные процессы. Вот, и есть такая штука, как PyPySTM, это возможность, ну это, в общем, питон без гилл, без Global Interpreter Log. И, ну вот, я написал там сервер в пять строчек, которые считают простые числа до заданного числа, да, и, ну вот, результаты бенчмарка, да, и первый, второй столбик – это обычный PyPy, да, дальше PyPySTM на одном ядре, он медленнее. Почему? Две причины, во-первых, нет, одна причина, ну, это оверхед на то, что вы используете многопоточность, он есть в любых языках, ну, в любых менедж-реализациях языков, то есть не то, что вы там на C пишете, да, допустим, даже в том же Haskell, да, у вас код будет многопоточный, немножко медленнее, потому что внутри приходится синхронизировать состояние, да. Да, ну вот тут разница получилась большая, процентов, наверное, 40, ну, на самом деле она может быть меньше в районе 20%, то есть это не так много. Видим, что уже на двух ядрах это быстрее, и на четырех ядрах это уже заметно быстрее. Если на это посмотреть чуть-чуть по-другому, то вот у нас красная линия – это PyPy, который обычный, да, которому от увеличения количества ядер ничего хорошего не происходит. Дальше фиолетовая линия – это PyPySTM, видим, что он там на двух ядрах чуть-чуть лучше, на четырех уже заметно лучше, да. И дальше, если помечтать, да, то вот линия цвета морской волны, короче, третья, да, это как было бы, если бы PyPySTM идеально масштабировался, да. Но мы до этой линии не дойдем по двум причинам. Во-первых, у вас никогда не будет весь код, никогда он не будет параллелиться. И вторая причина, ну, почему? Потому что, допустим, у вас есть участки, которые должны выполняться одним потоком или последовательно, да. И вторая причина – это конфликты. Про них я расскажу чуть позже, но если коротко, это, ну, вот у вас выполняются два обработчика, да, и они оба хотят что-то сделать с глобальным состоянием. И, естественно, если они одновременно пытаются что-то изменить, то только один из них может это сделать, иначе у вас будет программа некорректная. Ну, вот, поэтому тут тоже нет идеального масштабирования. Но я думаю, что вот к этой вот линии цвета морской волны можно приблизиться ближе. И зеленая линия – это если бы не было еще и оверхеда на многопоточность, да, но это вот то, что вы можете получить, если вы легко можете разбить свое приложение на отдельные процессы. Да, каждый процесс работает сам по себе и идеально масштабируется. Но, к сожалению, не всегда так можно сделать. Вот, дальше в чем отличие PyPySTM от обычного программирования многопоточного, да, если у вас есть несколько потоков и есть какое-то общее состояние, вы должны защитить это общее состояние от изменений блокировками, да. Если у вас всего есть один лог, это очень просто, вот, но это очень медленно, потому что у вас все время выполняется только один поток. Вот, поэтому вы пытаетесь защитить только те секции, которые действительно нуждаются в защите, и использовать отдельные локи, да, чтобы у вас максимально использовать многопоточность, да. Но вы очень легко ошибиться, например, вот, если у вас есть две критические секции, защищенные разными локами, да, и вы в каком-то другом месте написали тот же код, но в другом порядке взяли блокировки, то иногда у вас все будет повисать и додрочится, вот, то есть очень сложно писать корректный многопоточный код. А с использованием PyPySTM вы можете, ну, фактически вы можете иметь как будто бы один лог, но при этом несколько потоков, которые взяли этот лог, могут выполняться параллельно. Или, если по-другому смотреть, ну, вот, у вас есть база данных, да, в ней вы знаете, что такое транзакции, да, и несколько транзакций может выполняться одновременно и закоммититься, если они не конфликтуют друг с другом. То же самое в памяти, то есть у вас может быть несколько вещей, которые, как правило, никак друг с другом не конфликтуют и могут одновременно завершиться. Если они в процессе конфликтуют, то только одна из них завершится нормально, но у вас при этом не будет, если они конфликтуют, у вас не будут багов, у вас будет просто неидеальная масштабируемость. Это гораздо лучше, чем когда у вас непонятные сложно отлавливаемые баги. Ну, и вот, соответственно, есть такой модуль, который позволяет отдельные кусочки работы в ThreadPool запустить. И вот мы можем взять торнадо и в него добавить, чуть-чуть его поменять, да, добавить вот эти вот обработчики, запускать параллельно каждый в своей транзакции. И если они не конфликтуют, то они выполняются параллельно и у вас все ускоряется. Ну, это вот как раз то, что происходит на тех бенчмарках. И, ну, вот еще бывают конфликты, да, например, ну, вот, что такое транзакция, да, вы что-то начали делать, производите какие-то изменения с памятью. И если никто другой не произвел изменения с теми же участками памяти, то транзакция закоммитилась, вот. Но если транзакция как-то произвзаимодействовала с внешним миром, да, например, написала в файл, то мы уже не можем ее откатить, потому что она уже что-то изменила, да. И вот если еще одна транзакция это сделала, то еще не так страшно, да, когда есть сделала одна транзакция такое, а дальше есть другая транзакция, которая собирается тоже записать в файл, то, ну, вот уже точно нельзя давать ей это сделать, потому что одну из них вам придется откатить. Вот, поэтому, ну, вот это пример конфликта, когда транзакция обращается к внешнему миру, в данном случае вызывает функцию тайм-тайм. Ну, сейчас ПайПайС тем не знает, что на самом деле функция тайм-тайм, она ничего не меняет, а просто возвращает вам время, да. И вот пример конфликта, и пока что, ну, это внутри торнадо что-то там писало влог, время, да, и сейчас я просто закомментирую эти две строчки, да, чтобы не было вот этого конфликта из-за вызова. Вот, ну, собственно, все. Это сейчас еще очень сырая штука, но вот видите, что она уже, в принципе, работает и в каких-то ситуациях работает быстрее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.